Привет, друзья! Я Григорий Герман. Пока существуют ультиматумы с российской стороны, никакие переговоры невозможны. Это цитата из интервью Владимира Фисенко. А так ли это на самом деле? И что должно произойти? На линии фронта или не только там, для того, чтобы Россия перестала извергать эти самые ультиматы? А обмен? Что это? Нормальная практика для вновь начавшейся холодной войны? Ведь меняли там диссидента Буковского на революционера Луиса Перволана и так далее и тому подобное. Или это реально поражение Запада в борьбе нервов с Путиным? Ну, Путин получил то, что он хотел. А освобожденные тут же моментально разразились какими-то бесконечными скандальными заявлениями по поводу санкций, по поводу невозможности помогать вооруженным силам Украины и так далее и тому подобное. Что нам с этим делать? Вот с этими освобожденными. В какую коробочку их заносить? Обо всем этом и не только об этом в разговоре с Владимиром Фисенко. Оставайтесь, будет интересно. Потому что мы будем говорить еще и об ответственности всех россиян за ведение и развязывание этой войны. Насколько она велика и насколько она, в принципе, есть. Насколько стоит о ней говорить. После чего Путин перестанет выдвигать ультимативные условия переговоров? Что это может быть? Чего нам надо достичь? Ну, во-первых, я думаю, что должна возникнуть как минимум стабилизация военной ситуации на фронте. Если так конкретно, нет какого-то такого простого конкретного критерия, после которого можно сказать, что Путин согласится на переговоры без ультиматума. К сожалению, такого простого критерия, наверное, не существует в природе. Но если Путин, и не только Путин, но и военные руководства России, и другие важные люди в Кремле будут понимать, что у них нет шансов выиграть войну в Украине. Через какое-то время они вынуждены будут идти на переговоры. Потому что вести войну бесконечно не может и Россия со своими большими ресурсами. Ресурсы немалые, но они не бесконечны. И так или иначе, вот тут еще подходим к одной важной причине или одному важному фактору, это цена войны для России. Сейчас, в принципе, предпринимаются меры по усилению так называемых вторичных санкций. Это санкции против крупных банков, компаний, которые торгуют с Россией, помогают россиянам обходить санкции. Это касается таких крупных партнеров России, как китайские компании, банки, турецкие. И сейчас, например, уже в России пишут о том, что не хватает юани для расчетов. Ну, от доллара вроде бы отказались, да. Вот за рубли не очень хотят торговать, а юани не хватает, потому что крупнейшие китайские банки не хотят работать в России, потому что им выгоднее работать на Западе. Если уже не только партнеры Украины, но и многочисленные страны так называемого глобального юга будут призывать Россию начинать реальные переговоры, а не имитировать готовность к миру. Если Китай будет давить на Россию и подталкивать ее к реальным переговорам, вот тогда, да, тогда не сразу возможно, но Россия тогда вынуждена будет начинать переговоры без ультиматумов. И вот это самый главный критерий, действительно, то, о чем наш министр иностранных дел Дмитрий Кулебов сказал в Китае, когда он сказал, что Россия не готова к добросовестным переговорам. Добросовестные переговоры – это когда без ультиматумов. Вот не будет ультиматумов, значит, тогда переговоры станут возможными. А пока Россия будет выдвигать ультиматумы, я думаю, что реальных переговоров не будет. Разговоры про переговоры могут быть, но не сами переговоры. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он в своей колонке в Daily Mail четко написал, если США будут уходить из Украины или будут соглашаться на российские условия мира, то это будет восприниматься как поражение Соединенных Штатов Америки. Да, и личное поражение Трампа. Ну и Джонсон сразу делает вывод, что Трамп на это не согласится. Но это такой сигнал, сигнал ближайшему окружению Трампа, что если вы хотите, чтобы ваш лозунг «Америка должна вновь стать великой» воспринимался всерьез, вы не должны сами, скажем так, создавать предпосылки для своего же поражения. Поэтому и Борис Джонсон, и видные представители Республиканской партии, который был госсекретарем США во времена Трампа, Майк Помпео, все они пишут о том, что, это недавняя публикация, о том, что Путина надо принудить к миру. Принудить именно усилением военной поддержки Украины. Главный решающий путь к миру именно такой. Надо максимально поддержать Украину, продемонстрировать Путину силу, и тогда он вынужден будет пойти на переговоры. Вы упомянули санкции, но в последнюю неделю санкции после того, как на Запад из России прибыла очередная партия оппозиционеров, которые заговорили о том, что санкции необходимо отменять для того, чтобы они не били по простым россиянам. Снова санкции у нас обсуждаются с этой точки зрения. Вообще, в принципе, с вашей точки зрения, как вам кажется, обмен, который произошел, это просто еще одно проявление холодной войны или это начало холодной войны? Вот я, кстати, просто вот к слову напомню, по поводу, тоже это касается дискуссии о холодной войне. Я последний раз в России был в 2014 году по приглашению немецкого фонда, конференция была в Петербурге. Ну и вот я понял, что там происходит, после этого перестал ездить. Но на полях этой конференции, во время этой конференции, у меня произошел такой спор с видным британским экспертом Джеймсом Шером. Причем это друг Украины, активный сторонник Украины. Я сказал тогда еще, в 2014 году, что неизбежно начнется новая холодная война. На что он мне сказал, нет, нет, не должно быть холодной войны, в том числе потому, что сейчас нет идеологической войны. Ну, мол, тогда, да, был капиталистический Запад и социалистический Советский Союз, была борьба идеологии, идеологии либеральной демократии, коммунистической идеологии, а сейчас, мол, этого нет. Мол, современная Россия тоже капиталистическая страна. Но я ему сказал, информационная война уже начинается. Вы еще это не осознали, наверное, в полной мере, она уже начинается. Сейчас уже это осознание есть, потому что уже даже на Западе с 22-го года, с российского вторжения, не сразу, постепенно, но ввели санкции против пропагандистских российских изданий. Это уже признак того, что есть понимание, что есть информационная война России против Запада. Теперь другой пример. Россия ведь ведет уже гибридную войну против Запада, не только информационную. Диверсии во время Олимпийских игр во Франции. Подготовка покушения на главу концерна Rain Metal. Это сообщили западные СМИ. Взрывы на заводах, напрямую диверсии. Да, да, диверсии против объектов инфраструктуры. Слушайте, от Польши до Великобритании сообщение о том, что ловят российских диверсантов. Запад активно помогает Украине выстоять против российской агрессии. Россия обвиняет Запад и тоже вела против Запада там разные ограничения. И вот этот обмен, теперь мы подходим к нему. Не случайно многие комментаторы назвали это подтверждением того, что возвращается холодная война. На самом деле она вернулась. Просто переговоры эти длились около двух лет. Смотрите, какая была проделана спецоперация россиянами. Поскольку россияне хотели получить в обмен на американского журналиста Эвана Гершковича, хотели получить своего профессионального киллера, который был осужден на пожизненное заключение в Германии за убийство заказное, убийство российского оппозиционера. И россиянам никак это не удавалось. Ну потому что Германия независимое государство. При всех добрых отношениях между Каслером Шольцем и президентом США Байденом, ну, правовой государство. Тут надо было особое решение и не только политическое, но и правовой принимать. И немцы не хотели, но это был вызов на самом деле немецкому правосудию. Так проделали спецоперацию россияне с помощью Лукашенко. Они арестовали немецкого гражданина в Белоруссии, приговорили его в таком срочном порядке к смертной казни. К смертной казни. Это явно было сделано для того, чтобы эмоционально повлиять на немцев, на немецкое правительство. Только после этого немцы окончательно согласились на вот этот обмен. Причем, ну, почему российские политзаключенные? Это тоже поясню, потому что это тоже важная деталь. Вот внешне это как раз напоминает то, что было в те времена прежней войны, когда тоже освобождали советских диссидентов таким образом. Но сейчас тут есть очень важный нюанс. Уже есть подтверждение, что весной планировался, не весной еще, а в начале года, планировался такой обмен для освобождения Алексея Навального, главного российского позиционера на тот момент. И уже вроде бы почти договорились. И он умер. Умер как раз во время Мюнхенской конференции по безопасности. Я помню, какой тогда шок у всех это вызвало. И очень сильно повлияло на текущий ход Мюнхенской конференции. И мне кажется, вот после этого возник определенный, я бы сказал, такой комплекс вины. И у американцев, у немцев, а немцы всегда так вот, так скажем так, очень эмоционально относились к Алексею Навальному, помогали ему лечиться после отравления. И вот я думаю, это обусловило то, что в процедуру обмена включили таких известных российских оппозиционеров. Потому что так, может быть, и такого большого обмена и не состоялось бы. Многих очень триггернуло зрелище красной дорожки, почетного караула и Путина, который обнимался со своими вот этими вот убийцами и дними. Многие воспринимают это как единственную победу Путина за последнее время. Вот этот вот обмен. Можем ли мы говорить о том, что Путин получил то, что хотел, и это действительно его победа, это плюс ему? Ну, слушайте, про победу Путина, ну, понятно, в контексте американских выборов сказал даже Дональд Трамп. Это да. Да, это у него такой сигнал в адрес Байдена и Камалы Харрис. Но, на самом деле, сейчас пишут об этом очень многие комментаторы на Западе, вот в Германии очень возмущены тем, что отдали убийцу. Человек, который, ну, тут вопрос о справедливости. Уже не просто моральной, правовой справедливости. Потому что, ну, для правов государства неотвратимость наказания, полноценного наказания, она очень значима. Да. А тут убийцу отдают российской власти. И это, к сожалению, вот в чем проблема? Почему на это обращают особое внимание именно вот ситуация с Красиковым, вот этим профессиональным киллером? Я сейчас вернусь, как раз с ним связан этот обмен напрямую. Но почему на Западе так вот критично многие воспринимают? Не только у нас, вот обращу внимание, не только у нас критикуют. На Западе много критики. В Германии особенно. Главный повод, мотив для этой критики связан с тем, что создается опаснейший прецедент. Когда профессионального убийцу, а это ведь не первое, вот то, за что посадили Красикова, это не первое и не единственное убийство российских диссидентов в Европе. Ну и, скажем так, не только. Потому что есть подозрения в покушении на одного, допустим, болгарского бизнесмена, который помогал Украине получать вооружение. И целый ряд других, скажем так, сомнительных ситуаций. И вот профессиональную убийцу российского отпускают в Россию, меняют. Слушайте, а если это повторится? Да. Не является ли эта ситуация прецедентом? Потому что Путин увидит слабый Запад. Ну, раз вы готовы обменивать, так хорошо, мы это будем делать. Я буду брать заложников снова и снова. И об этом тоже пишут. Уже вот сейчас тоже призывы со стороны немецких политиков к немецким гражданам, к немецкой власти ограничить въезд немецких граждан в Россию. Ну, чтобы не было вот нового разменного материала. Потому что заложников можно брать и дальше. Кстати, еще там целая группа заложников осталась. Уже ведут подсчеты, сколько американских граждан, граждан разных западных государств. Ну, правда, там есть и люди с двойным гражданством. Но находятся в российских тюрьмах. Поэтому вот тема заложников, которых Путин специально берет в заложники, для того, чтобы потом менять, на кого ему нужно. Поэтому это вот опаснейший прецедент, негативный прецедент. И на Западе очень опасаются повторения этих ситуаций. Что были сделаны чрезмерные уступки Путину. И Путин может это и дальше использовать в своих целях. Теперь по поводу Красикова. Это очень важный момент. Потому что американцы начали переговоры, еще когда взяли в заложники граждан в 22-м году. Потом был задержан и осужден Эван Гершкович, журналист Wall Street Journal. Это особенно активизировало процесс переговоров. Но российские власти сразу же, еще в 22-м году, а потом и в связи с Гершковичем, сказали американцам. Обменяем только на Красикова. Только на Красикова. Это было обязательное жесткое условие обмена. И вот почему возникла тема Навального? Потому что обмен должен быть равнозначным. Потому что специально Навальный, значим для немцев, это было хотя бы оправданием, почему освобождают Красикова. Нужна была очень значимая политическая фигура для такого обмена. Но почему Красиков так важен для Путина? Некоторые западные СМИ сообщают, что Путин лично знал Красикова еще с ленинградских времен. Они были знакомы, оба КГБисты. И какая-то эмоциональная связь с Красиковым у Путина явно была. Но было и другое. Вот очевидно, что вместе с Красиковым освободили группу российских разведчиков. Ну, шпионов, будем так говорить. Которые работали на Западе. И, по сути, Путин показал, кто для него важен. Обратите внимание, вот вы про красную дорожку правильно сказали, на это очень многие обратили внимание. Ведь регулярно происходит обмен между Россией и Украиной. Регулярно. Но никогда Путин никого не встречал лично. Наш президент регулярно встречался с нашими бойцами и с азовцами, не только с азовцами, кого освобождали. Регулярно. И для нас всегда это событие. Для Путина это не событие. И Путин никогда не проявлял своего личного внимания к этому. Тем более, что там никаких красных дорожек не было. А тут специально создали такое пропагандистское шоу. И Путин лично встречал. Я думаю, это сигнал российской агентуры, которая сейчас работает на Западе. И которая, видимо, стала больше в условиях этой гибридной войны. Не бойтесь. Мы вас будем вытаскивать. Если вас поймают, мы вас будем вытаскивать. В том числе, это наверняка сигналы и убийцам, которые могут участвовать в заказных убийствах на Западе. История с Красиковым, я думаю, она очень показательна. То есть, вы не бойтесь рисковать. Да, вы можете убивать. Вы можете делать все, что угодно. Мы вас будем потом спасать. И на Западе очень многие поняли. Огромный риск того, что произошло. Поэтому я думаю, что западная общественность и западные политики должны сделать надлежащие выводы из этого обмена. Он должен стать единственным прецедентом, который не должен повториться. Ну и вот удивительно, что на самом деле по этому обмену способствовал Байден, который еще должен по идее помнить, как должны проходить подобные обмены в стиле холодной войны. Что там не меняли журналиста на убийцу и на шпиона. Меняли как-то более-менее однозначно. Я согласен с вами, да. Но как раз вы правильно упомянули. Мне рассказывали западные коллеги, что знаете, вот в чем одна из проблем нынешней американской политики. Байден считает себя главным специалистом по Советскому Союзу. Окей. И он переносит свое восприятие на нынешние политики. Вернее, как бы опирается в своем восприятии нынешней политики на свой опыт еще советской политики. Ну, для тех, кто не знает, он еще Брежнева помнит. Он еще с Брежневым встречался, да. Я не думаю, что эта ситуация очень сильно повлияет на выборы в США. Но Байдену нужны... Тем более он уходит. Он не участвует в выборах. Но все обставили так, чтобы показать. Президент одержал победу. Это его личная победа. Он спасает американских граждан. Для Америки это всегда очень важно. В свое время я помню, когда в конце 70-х годов в Тегеране захватили американских заложников. Американцы предприняли целую спецоперацию. Неудачную, правда. Потом были истории, когда тоже спасали из плена, из тюрьмы и в Иране, и в Северной Корее. Для американцев это очень чувствительная тема. Поэтому Байден хочет остаться в истории. Президентом, который спасает американских граждан. Ну и Камала Харрис присутствовала. Это такой тоже, пусть небольшой, но бонус для ее избирательной кампании. Отдали Путину его дружочка. В обмен получили одного журналиста, еще нескольких граждан. И в довесок группу поп-позиционеров, да, или там понизиционеров из России, которые тут же чуть-чуть пересекли границу, тут же моментально начали издрогать из себя всякие радужные заявления о прекрасной и свободной России будущего, населенной прекрасными россиянами, которые в основной массе свои против войны. Отмените санкции, чтобы они не страдали. А некоторые вообще договорились до того, что они не могут помогать в СССР. Что нам с этим делать? Нет хороших россиян, нет плохих россиян. Есть россияне полезные для Украины, бесполезные и вредные. Это моя философия, да, я ее никому не навязываю, но у меня отношение именно такое. Есть россияне полезные для Украины, есть россияне вредные для Украины. Вот эти вот куда? Какую коробочку их поместить? Я думаю, что, ну, я все-таки сторонник того, чтобы не упрощать ситуацию. У нас других россиян нет, понимаете? Вот я имею в виду и граждан России, которые живут в России, большинство которых прямо или косвенно поддерживают Россию. Не все. Я думаю, что антивоенные настроения там тоже есть и наверняка очень многим. Мне нравится нынешняя война, но они боятся выступать против. Это, скорее всего, типичная позиция людей, которые привыкли жить в такой стране, как нынешняя Россия. Но мы сейчас к ним вернемся по поводу санкций. Но вот по поводу российских оппозиционеров. Ну, мы же увидели уже разные они, эти российские оппозиционеры. Есть российские оппозиционеры, которые давно уехали из России, у которых был конфликт с путинским режимом, но которые являются носителями той же самой имперской философии, психологии, которые не воспринимают Украину как нормальную страну с историческими корнями. Мы это увидели там по Юлии Латыниной. Вот это просто как конкретный эпизод, который многие знают и помнят. Это, на самом деле, это очень распространенная позиция. Потому что, ну, воспринимают они войну даже между Россией и Украиной, на самом деле, как шанс для них. А вдруг Путин проиграет? Сами не могут победить Путина. А вдруг Украина? Но при этом отношение к Украине такое, знаете, высокомерное, у кого-то даже пренебрежительное. И тоже проскальзывает, как это было у Ходорковского некоторое время назад. Да. Тоже человек, который пострадал от Путина. Но вот эта вот имперская сущность, она там сидит. Поэтому, ну, как же так? Вы никогда не победите эту Россию, да. Если вы не пойдете, ну, там вот в его заявлениях, не пойдете на уступки, то завтра он Одессу захватит. Ну, слушайте, два с половиной года уже почти идет война. И близко не подошло к Одессе. Даже из Херсона вынуждена уйти. Да, сейчас вот из-за того, что полгода была задержка с американской помощью, удалось им создать преимущество. Продвигаются пока еще на Донбассе. Но вот на Харьковщине уже остановили их. Да, поэтому вот это российское высокомерие, оно проскальзывает. Теперь, что касается вот заявления российских оппозиционеров. Только из тюрьмы вышли. Но, понимаете, в чем тут проблема? Вот опять-таки, эти люди не знают и не понимают Украины. Они зациклены на своей личной борьбе с путинским режимом. И они не понимают, что ситуация уже кардинально изменилась. Сейчас главная проблема – это война. И не война Путина с Украиной. А война российского государства против Украины. Российского государства. Они до сих пор этого не поняли. Во-вторых, они, видимо, или не хотят знать, или не хотят видеть, что большинство россиян, судя по данным официальных опросов, или как минимум значительное число россиян, поддерживают эту войну. Да. Игнорировать этот факт невозможно. И работает на эту войну. Работает особенно на эту войну. И если вы будете подстраиваться под этих россиян, просто исходя из своих политических соображений, понятно, они же, знаете, сказать сейчас, что мы отдадим Крым Украине, ну все, ты сразу же теряешь перспективы в российской политике, становишься предателем. Так вас уже записали в предатели. Раз уже вас обменяли, вас уже записали в предатели. Поэтому своими, как бы, заигрываниями с российскими общественными мнениями, с простыми россиянами, вы ситуацию не поменяете своего личного восприятия. Это один важный момент, который надо учитывать. Второе. Вот вы говорите, ну я имею в виду вот этих оппозиционеров, что надо снять санкции, которые против простых россиян. Давайте разбираться, о каких санкциях идет речь. О каких? Потому что если санкции против российской экономики, так это не санкции против россиян простых. Это санкции против страны и государства, которые ведет войну. Это санкции направлены на то, чтобы ослабить военный потенциал страны-агрессора. Вот и главная суть. Знаете, если бы вот эту логику, которую сейчас воспроизвели российские оппозиционеры, этой логикой руководствовались бы Черчилль и Рузвельт, которые ввели войну с Гитлером. Америка, кстати, долгое время не вводила санкции против Германии, фашистской Германии. Кстати, напомню тоже факт малоизвестный. Американские сенаторы-изоляционисты в 30-е годы выступали против санкций против Японии. Да, потому что как же так? Это же против бизнеса работает. Потом, что там Япония? Вот у нас только Америка. Нас Япония не интересует. А когда Япония напала, извините, вжарила их по полной программе, вот тогда они засуетились. И то не все. Известный, в том числе и у нас, человек Генри Форд, создатель современного автомобилестроения, он же не хотел участвовать в возрождении американской военной промышленности, потому что был изоляционистом. Поэтому, к сожалению, вот эта зараженность вот такой, я бы сказал, местнической политикой, где-то это изоляционизм, где-то нежелание видеть реальных факторов реальной масштабной войны. Поэтому санкции не против простых россиян, а против российской экономики, против российского военного потенциала. И направлены они на то, чтобы ослабить страну-агрессор. Иначе она создаст проблему не только для Украины, а для гораздо большего числа стран. Теперь другие санкции. Санкции, например, по поводу поездок за рубеж. Я думаю, что, скорее всего, имеются в виду именно эти вот ограничения. Так тоже давайте разбираться. Почему страны Балтии, страны Финляндии ввели эти ограничения? А потому что началась гибридная война. Потому что начались провокации на границе. Потому что в странах Балтии вовремя усвоили уроки, которые были в Украине сделаны в 2014 году. Я напомню, тогда автобусами возили через открытую границу. В Харьков людей. И хорошо, что удалось Харьков отбить. А в Донецке и Луганске не успели. А кто в Донецке и Луганске осуществлял перевороты? Я напомню. Кто возглавлял первые правительства ДНР? Российский гражданин, нынче депутат Госдумы Бородай. Вот как оно происходило. А россияне делали эти гибридные перевороты. Поэтому то, что сейчас происходит, закрытие границ, это мера самозащиты. Самозащиты, прежде всего, стран, которые граничат с Россией. И они защищаются не от российских граждан, а от рисков и вызовов гибридной войны со стороны России. Вот эта гибридная война уже сейчас идет. Они нанимают людей. В том числе, кстати, и россиян, которые живут в этих странах. Их тоже пытаются использовать. И мы видим провокации в Германии. Многочисленные провокации, которые происходят против украинских беженцев. Против Украины, против Запада, против самой Германии. Это делают бывшие российские граждане, которые там живут. Поэтому вот это, знаете, такая, я бы сказал, такая благостная либеральническая позиция. Да, вот мы за свободы. Так, слушайте, война идет. Война. На войне, как на войне. Аля гер ком аля гер. На войне, как на войне. Поэтому иначе эту войну можно проиграть. А они не понимают этого. Они все еще живут своей борьбой в старорежимном стиле. Все уже, это не 12-й год, там, когда ВАЛОУ. Это даже не 19-й или 20-й год. Идет уже полномасштабная война России против Украины. И Россия начала гибридную войну против Запада. Поэтому на войне, как на войне. И санкции это инструмент войны против России, которая эту войну развязала. Миллионы россиян, я не побоюсь этого слова, миллионы россиян принимают активное участие в том, чтобы Россия продолжала эту войну. Не на линии фронта, но миллионы россиян делают снаряды. Миллионы россиян собирают ракеты. Миллионы россиян собирают самолеты и танки на военных заводах. И вот когда каждый, кто работает на этом военном заводе, будет подвергаться астракизму со стороны своих соседей, когда им будут плевать в спину, когда этим женщинам, которые есть фотография, как она ставит штамп ОТК на ФАБ, на бомбу в полторы тонны, которая явно полетит в Украину, так как это милая барышня, вот тогда эту барышню будут ловить по вечерам, будут ее брить и заставлять ее, чтобы она не ходила на эти заводы, чтобы она уходила с этой работы. Вот тогда я поверю в то, что простые россияне действительно заслуживают того, чтобы с них начинали снимать санкции, которые на них влияют непосредственно. Лекарства и так далее и тому подобное. Я думаю, что да. Вот и сейчас очень хорошо, что вот уже и политики стран Балтии, я думаю, что и политики вообще других западных стран должны ответить этим российским оппозиционерам, напомнить им. Может быть, они в тюрьме мало смотрели новостей или забыли про сам факт войны. Напомнить, война не закончилась. Военные преступления россиян продолжаются. Плюс вот сам факт вот этой гибридной войны, которая сейчас идет против Запада. Извините, надо ткнуть носом. При всем уважении к тому, что да, они отсидели в тюрьме и так далее. Но если вы не замечаете этих очевидных вещей, надо ткнуть носом вас в это. Да, в это дерьмо российское. Российское дерьмо, которое создано не только Путиным. К сожалению, это следствие действия России как государства и ответственность за это несет российское общество. Поэтому вот носом надо ткнуть в это российское дерьмо, чтобы они поняли, что нельзя эти вещи оправдывать. Ни в коем случае не объединяя, не меряя всех одним аршином, помнил о том, что есть россияне, которые против войны. И надо с ними вести дискуссию, не только осуждать, клеймить их. Нет, надо вести дискуссию. Да, потому что все-таки Илья Яшин и Кара Мурза, они деформированы сейчас тюрьмой, заключением. Потом, может быть, опьяняющий воздух свободы, их тоже немножко деформировал восприятие реальности. Поэтому надо вести дискуссии, надо активно обсуждать. Вы высказались по поводу ваших идей? Хорошо, теперь вы пишите противоположную точку зрения. Да, давайте дискутировать на эту тему. Поэтому, да, нужна серьезная содержательная дискуссия на эту тему, потому что само предложение о снятии санкций, оно очень опасно в нынешнем контексте. Это будет восприниматься как оправдание агрессора, как готовность пойти на уступки агрессору. А Путин это будет воспринимать как слабость Запада. И это только усилит его агрессивность и по отношению к Украине, и по отношению к Западу. Так что пока что вот этих вот, их складываем в коробочку, россияне бесполезные. Но туда уже, поближе к россиянам вредным. Ну, они не безнадежные. Я все-таки... Надеюсь. Да, эти люди, да, давно последовательно боролись с путинским режимом, но они теперь должны понимать, что прежние правила, прежние подходы не работают. Вы должны бороться за изменения российского общества. Не заигрывать с этими простыми россиянами, говорить, что они не имеют отношения, не несут ответственности за эту войну. Несут ответственность. Вот вы должны пояснить своим согражданам, что создать у них комплекс вины, комплекс вины за эту войну. Вот только это, я думаю, может снять, скажем так, ответственность из этих людей за их собственное заявление. Поэтому я надеюсь, что, может быть, через какое-то время, может быть, не все они, да, но они поймут, что они сделали и слишком легковесные, и, я бы сказал, политически вредные заявления. Вредные, в том числе, для их борьбы с путинским режимом. Спасибо вам огромное. Берегите себя и до встречи. Спасибо.